Всем здравствуйте, здрасте. Мы сейчас находимся в аэропорту. Настроение у меня ужасное, потому что я сегодня утром пыталась загрузить влог, ну, который вы уже наверняка посмотрели, который называется фильм, который длится почти час. В общем, специально встала пораньше, чтобы загрузить видео, в итоге у меня были проблемы с загрузкой. Три раза я его перезаливала, поспала 2,5-3 часа, соответственно, не выспалась. В общем, короче, настроение у меня офиговое, надеюсь, разойдусь. Мы сейчас в аэропорту. Я буду кушать, потому что утром не успела особо поесть. Вот у меня такие роллы. Тортия, рап. Рап, короче, с беконом, сыром и омлетом. И сижу я прямо напротив русского российского самолета от Аэрофлота. Сейчас вам покажу. Вот я сижу, смотрите, а там самолет. Аэрофлот. Я уже сто лет не летала Аэрофлотом. Но вид у нас очень даже неплохой. Лёва тоже смотрит в окно. Ему очень нравится самолет. Как самолет летает, Лёва. И вот у меня такое кофе с миндальным молоком. Рождественское, смотрите, прям всё такое. И буду сейчас кушать, потому что надеюсь, что у меня, блин, в ушах звенит. Короче, кипец. Надеюсь, что у меня очень лучше настроение после того, как я поеду. Короче, сэндвич оказался тот так себе. Поэтому я сейчас взяла, смотрите, какой здоровенный. Булку с беконом и с курицей вроде бы. Потому что, может быть, этот будет хоть повкуснее немножко. Буквально небольшая простойка облаков и уже яркое солнце. Да. Лёв вырубился. Я не знаю, я, наверное, здесь смогу поспать, потому что очень неудобные сидения. Мало места. Но посмотрим. Так, ребят, ну что, мы прилетели. Лёва, кстати, на удивление, вел себя очень и очень хорошо. Я, блин, даже не ожидала. Во-первых, половину полета он проспал, вторую половину полета он спокойненько сидел. Мы там ему купили новые книжки. В общем, он смотрел в окно. Но он очень себя хорошо вел. То есть тут вообще я не могу ни к чему придраться. Что есть, то есть. Вот видите, уже ёлочка. Уже все украшают всё и вся к Новому году, к Рождеству. Но я вам хочу сказать, что когда мы стояли, ждали паспортного контроля, это был какой-то капец. Просто очередь нереальная. Народу, тьма, толпы какие-то невозможные. Мы стояли, наверное, минут сорок просто и двигались по таким усиным буквально шагам. Из-за этой толпы мы реально очень сильно устали. Но сейчас уже всё. Мы прошли контроль и ждём мы родителей, чтобы нас забрали на машине. Мы уже поедем в Кеймпич тогда. Погода, в принципе, такая же, как и в Рейке. Примерно 7 градусов тепла, пасмурно. То есть здесь ничего нового. Примерно всё одно и то же. Ну, полёт, в принципе, прошёл хорошо. Я уже, как обычно, конечно, проголодалась. Так что очень надеюсь на то, что поем дома домашней кухни. Так как свекровь, как обычно, наверняка, что-то приготовила. Так как она очень и очень вкусно готовит. Сальмончик. Что такое, Лёва? Да! Утром, ребята. Я сейчас нахожусь на кухне. И смотрите, что я делаю. Я готовлю себе завтрак из трёх яиц. Потому что я хочу кушать. Лёва, кстати, спал очень и очень хорошо. Да, там стиральная машина. Очень и очень хорошо. Прям проснулся пару раз только на то, чтобы поесть. Это прям было нереально классно. Потому что обычно, я вам уже рассказываю, он просыпается 10 раз, 12, 15 может раз проснуться. Но это, конечно, пипец. И вчера, слава богу, что-то. То ли потому, что он устал, то ли режим, то ли, не знаю. Ну, в общем, посмотрим, как будет дальше. Так, Лёвочка, там стиральная машина. Лёвочка держится за мою юбку. Что? Подожди секундочку. Аккуратно, тут горячее всё. Сейчас. Что? Хочешь помидорку, я тебе дам? Он охватает за ноги. Помидорку будешь? Я, Витя, перчу, солю. Помидорку маленькую будешь? Черри помидорку с сада бабушкиного. Вот, кстати, помидорки. Моя свекровь, у неё огород, несколько огородов, сад. На помидорку. Нет, давай побольше. Помидорка из сада. Без пестицидов, так сказать. Да, вкусная помидорка. Да. Ой, на, ещё надо в душ сходить. У меня сегодня по плану шоппинг. Шоппинг в этом самом магазине. Короче, я сейчас кормлю мелкого. Надеюсь, что он поспит ещё, потому что я очень хочу сходить в душ, я очень хочу помыться, очень хочу накраситься и вообще привести себя в порядок, потому что... Так, всё. Потому что хочу сходить на шоппинг, но сегодня всё очень дико busy. Я не знаю, всё успеем мы или нет. Не знаю. Не хочешь ты спать ещё? Смотрите, хочу вам показать сад. Он весь сейчас завален за... Порошин, хотела сказать. Листьями. Много листьев опало. Лёвочка. Но видите, тут ещё как зелёно всё. Я сразу обратила внимание, когда мы приехали в Кембридж, что здесь гораздо больше зелени, потому что у нас, например, уже листья в Риге опали. У Риги стоят голые. Баба. Баба. А тут, видите, ещё что-то жёлтое, а что-то ещё весьма зелёное. Так, ребят, ну что, мы сейчас пойдём в магазин. Тут магазин, как-то я так сказала странно. Здесь магазин находится недалеко от дома, буквально минут пять, наверное. И потом я надеюсь, что Лёва поспит. Вообще, смотрите, я как это, зимогор. Как зимогор, потому что вообще я уже неоднократно говорила о том, что в Англии я более расслаблена, так как я могу выйти на улицу. Ну, я и в Риге сейчас стала на этот счёт менее запариваться. Но всё-таки в Риге я иногда в таком виде, наверное, ну только если мне прям очень что-то срочно надо, тогда бы я, наверное, вышла. А так, нет, всё-таки я стараюсь немножечко привести себя в порядок, в божеский вид, как говорится. Но здесь я чувствую себя более расслабленно, потому что здесь все себя так чувствуют. И ты как-то немножечко чувствуешь, чувствуешь, ощущаешь эту волну расслабления. Поэтому я могу в таком виде вообще типа в пижаме пойти в магазин. И никто на меня здесь косо не посмотрит. А у нас всё-таки в этом плане немножечко более народ любит осуждать. Типа там, ну как же ты за хлебом пошла без мейка, в пижаме, в домашних этих самых. Здесь вообще зимой можно увидеть человека в пижаме в этих, во вьетнамках. И да. Ну, я не говорю, конечно, про центр Лондона, но там, наверное, вряд ли, может быть, вы такое увидите. Но хотя, может быть, и там. Даже богатые люди не заморачиваются. Они могут одеться очень и очень просто. И вы никогда не подумаете, глядя на них, что они богатые. Вот так вот. А у нас, конечно, народ все-таки любит вот пендрёж. Я неоднократно уже об этом говорила. Продолжаю говорить, потому что здесь, да, я действительно чувствую себя в плане внешнего вида менее напряжно. Так, сейчас будем переходить дорогу. Мне надо будет немножечко отключиться. Да, нет, лучше выключить камеру. Кстати, здесь в плане общественного движения люди очень вежливые. Я вот сейчас переходила дорогу. Тут такая она, это не трасса, не какая-то дорога между домами, между частным сектором. Две машины с одной стороны, две машины с другой стороны. В Латвии хрен бы мне кто уступил дорогу. Но только если это не прям какой-то супер-мега-галантный человек. А здесь сразу все затормозили, как увидели, что я иду с коляской сразу. Всё, стоп. Блин, этой коляской я немножко отвыкла, как её маневрировать. Я уже настолько привыкла к нашей коляске, которая в Риге, что я могу вести её с одной рукой. Знаете, одной рукой держусь, другой рукой снимаю. А здесь что-то я вообще, как говорится, struggling. Здесь у меня не получается. Это так просто, как я уже наловчилась в Риге. Кстати, помните, наверное, если вы смотрели мои влоги летом, когда мы ездили. В августе мы здесь были, и в июне мы здесь были. Мы купили новую коляску для Лёвы. Она такая, типа, как дракон. Сейчас покажу. Вот такой, типа, дракон. Выглядит, конечно, очень круто. Она вот так вот, если отпустить этот самый. Видите, такое чувство, что ребёнок сидит, как будто бы, в пасти дракона. А розовая это, как язык. По виду, конечно, очень крутая. Но я не могу сказать, что она очень практичная. Всё-таки моя коляска, которая у нас в Риге, она вообще офигенная. Дешёвая и классная. Ещё раз говорит о том, что цена за коляску не всегда является знаком качества и удобства. В принципе, это относится ко всему. Не только к коляскам, но и к одежде, и к косметике. Ну, я уже неоднократно затрагивала эту тему. Короче, да, здесь, конечно, не очень хороший интернет. Я привыкла, что у нас в Латвии вообще у нас офигенный в Риге, быстрый интернет. Недорогой. Здесь, конечно, у меня постоянно со сторисом, я думаю, что вы уже поняли, загружаются сторис очень медленно. Мне там надо идти, прямо сидеть около рутера, потому что, ну, Wi-Fi голимый. Меня это бесит, как блогера. Потому что, в принципе, для родителей моего мужа им нормально такой Wi-Fi, потому что они же не блогеры. А мне нужно постоянно-постоянно что-то выпускать. И когда у меня нет такой возможности, знаете, загрузил, выпустил, загрузил, выставил, меня начинает это бесить. Ну, а что поделаешь, приходится адаптироваться к тому, чего мы имеем. Мы находимся в Кембридже, да. Кембридж — это город студентов, так как, я уверена, что вы наверняка знаете, что Кембриджский университет — один из самых знаменитых университетов Англии. У них два таких гранда — это Оксфордский университет и Кембриджский. Соответственно, здесь очень много людей разной национальности, не только англичан, потому что в этот университет съезжаются студенты со всего мира. Здесь очень много азиатских студентов, очень много, кстати, русских студентов, ну и американских, французов, в общем, со всего мира съезжаются, потому что хотят получить престижное образование. Поэтому это город молодежи. Сейчас как раз, смотрите, по-моему, около 12 часов, видимо, у них какой-то брейк со школы, очень много школьников, студентов сейчас на улицах. Сейчас я переключу на фронтальную камеру, то есть, наоборот, на заднюю. Погода хорошая, реально, гораздо лучше, чем в Риге. Многие жалуются на то, что в Англии туманные альбионы, что тут всегда дожди, но это не так. Очень часто, когда мы сюда приезжали, здесь погода более солнечная, чем в Риге. Даже сегодня я бы не сказала, что прям очень солнечно, но вон там можно видеть прослойки голубого неба. Видите, сколько народу много, именно школьников. Тут тоже везде всякие школы, они тут просто на каждом шагу, и частные, и государственные. Различные курсы для взрослых, для детей. Ну да, видите, я прям, наверное, я неудачное время выбрала, потому что, может быть, у них ланч-брейк. Наверное, да, наверное, у них перерыв на обед. А я должна пойти в тот магазин, видите, кооп через дорогу. И я думаю, что там сейчас будут огромные очереди. Ну не знаю, посмотрим. Потому что я вышла, как раз, да, у них этот перерыв. Неудобно. Неудачно. Ну тут реально осень такая прям, как у нас было месяц назад. Листья, видите, опавшие. Тут, кстати, тоже очень много велосипедистов, прям как в Амстердаме, если не больше. Очень распространено здесь передвигаться по городу не только студентам, но и мамам с детьми. Они прицепляют сзади велосипеды такую, типа коляски, кареты, и едут с ребенком. Кстати, мы сейчас недалеко находимся от центра Кембриджа. Примерно вот там вот находится центр, где-то минут 15 пешком, наверное, если без коляски. Я только что заметила, что мои очки были просто ужасно заляпанные. Лёва их у меня снял и заляпал. Сейчас я их протерла. Смотрите, нашла вот такой вот KitKat. Протеин-бар. У меня такого, у нас сладкий, походу, такой не продается. Зеленый KitKat. Протеиновый этот. И на 30% меньше сахара. Ну попробуем. Так, короче, вышла я из магазина. Вообще, да, я поняла, что эта коляска, это просто габьно. Короче, да, не нравится мне эта коляска. Потому что я сразу, я уже поняла, что неудобно ее маневрировать. Ни в магазине, ни на улице. Короче, да. Ну, в общем, хотела поговорить на такую тему, как вообще в Англии относятся к детям. И вообще, как смотрят на вопрос про материнство. Конечно, я не могу говорить за всех, вы понимаете. Я говорю за то, что я видела, наблюдала и общалась с людьми здесь по поводу материнства. И я знаю некоторых молодых мамочек. В общем, просто мои личные наблюдения. Конечно, ни в коем случае не надо это воспринимать как истину в последней инстанции. Но я заметила, что здесь вообще к детям и к материнству относятся гораздо проще, чем, например, у нас. В плане каком? Что когда появляется ребенок в семье, это не воспринимается так, что все, теперь ты завязана, должна ставить на себе крест, никуда не выходить. Здесь никто не хочет нарушать свой привычный ритм жизни только потому, что у тебя родился маленький ребенок. То есть, например, если человек любил ходить, тусоваться там по ресторанам, по барам, малыш одномесячный, двухмесячный, да даже там однонедельный, это абсолютно не помеха. То есть, я, например, не могла себе представить, как, когда я только родила, как я пойду в бар или в ресторан или в какой-нибудь кальян-бар с маленьким новорожденным ребенком. Потому что у меня, во-первых, у меня даже не было такого желания, несмотря на то, что я люблю ходить, выходить в свет, так сказать, ходить по ресторанам, по кафешкам, просто куда-то выбираться. Но я, во-первых, не хотела, чтобы Лева находился в большом скоплении народу, потому что все-таки они такие маленькие, такие беззащитные. И я все-таки считаю, что нужно, ну, я считала и до сих пор так считаю, что лучше все-таки ребенка поберечь. Но здесь, в Англии, люди считают немножко по-другому. Они думают, что, ну, вот у тебя родился ребенок, почему ты должна теперь всю свою жизнь или, там, первые несколько лет положить на этого ребенка, запереться дома, никуда не выходить, как у меня это было. Первый месяц вообще бубет. То есть, они могут спокойненько с маленьким ребенком пойти в ресторан, в бар, поехать куда-то в другую страну, на самолете, на поезде. В общем, для них это не проблема. И они здесь вот приучают своих детей таскаться с ними везде. Я говорю, здесь очень часто можно встретить в Кембридже родители на велосипеде, у них маленькие дети просто вот в этом прицепчике маленьком сзади едут. И как бы это все абсолютно нормально. Если ты идешь на какие-то курсы, ты можешь спокойно взять с собой ребенка. Если ты идешь в кафе, берешь с собой ребенка. То есть у них вообще на это все более простое восприятие, простой взгляд. И я не считаю, что это плохо или это хорошо. Я даже больше скажу, я считаю, что может быть даже мне или вот нашим славянским, как это сказать, русскоязычным. В общем, нашему народу может быть даже лучше поучиться чему-то вот даже у англичан. Потому что иногда вот эта вот наша такая гиперопека, она доводит уже саму мать до какого-то иступления, до какого-то печального состояния, апатии. Нет сил уже ни на что, не хочется ничего делать, потому что ты привязан в этих четырех стенах. И наступает какая-то безысходность и злость, и здоровье может полететь просто из-за того, что мы настолько сильно печемся из-за своих детей. Я считаю, что, конечно, это правильно беспокоиться и делать, создавать для детей наиболее максимально комфортные условия. Но я считаю, что нужно найти какую-то золотую середину. Для меня все-таки тоже неприемлемо с мелкими ходить там по барам, по кафешкам, по ресторанам, когда ребенок только родился, ему там неделя-две недели от роду. Но все-таки я считаю, что я, например, тоже где-то перебарщивала, где-то я уже прям боялась Леву доверить, потому что мне сказалось, нет, я знаю лучше, я умею лучше. Там никто, здесь, например, многие доверяют, а мы подругам совершенно маленького ребенка, там на час, на два, почему нет, я пойду там, не знаю, сделаю свои дела, ты присмотри за мои мелкие. Даже если он плачет, они не так остро на это реагируют, как я, например. Я, когда Лева плакала, у меня там сразу нереальный стресс, я там уже вся на панике. Здесь к этому всему относятся попроще, ну заплакал, ну и что, ну упал, ну и что, ну ничего страшного. Я не говорю, что у русских такого нет. Естественно, есть и у русских такие же тоже матери, которые тоже к этому относятся более спокойно, взвешенно и не особо парятся по таким вот мелочам. Ну я вот говорю, например, про себя, да, я первое время, когда смотрела на их отношения, я немножечко, ну вот в парках, да, я замечала в парках, когда мамы гуляют с детьми, просто по знакомым, по друзьям, я немножко офигевала. Но сейчас я пришла к такому выводу, что есть в этом тоже какая-то своя правда, просто нужно искать золотую середину и то, что приемлемо для тебя конкретно. И вообще я поняла, что лучше не смотреть на то, что тебе говорит кто-то, что нужно делать так или нужно делать иначе, нужно делать так, как чувствует твое материнское сердце, потому что лучше, чем ты, твоего ребенка не знает никто. И все эти советы люди могут их давать, люди могут говорить, что я знаю, я уже там трех-четырех детей воспитала. Это ничего не работает, потому что каждый ребенок это индивидуальная личность, они уже рождаются с определенным набором качеств, которые ты уже не можешь изменить. Поэтому я все равно считаю, что надо делать так, как ты чувствуешь, как чувствует мама. И если у кого-то ребенок делает так, а твой ребенок так делать не хочет, это абсолютно нормально. И не надо на эту тему расстраиваться, потому что у тебя, например, ребенок не делает так, как делают остальные 15 детей. Ну, в общем, небольшие такие рассуждения по поводу материнства. Ладно, сейчас я уже пойду домой, потому что рука уже затекла, блин. Что, ребятушки-козлятушки? Я уже пришла домой, пришла я домой. Я очень хочу извиниться за мой внешний вид. Да, я сегодня пока что еще не привела себя в порядок, но, блин, ну вот так вот, ну что поделать. Короче, Лёва тут сейчас играется, он устроил тут мне в магазине, после магазина, скандалчик небольшой, потому что что-то ему не понравилось. Я думаю, что он просто уже устал и хочет спать, но еще он никак не может с этим справиться. Устал-то он устал, а спать не идет, поэтому сейчас, я надеюсь, он немножечко поест и успокоится, и поспит. Еще я хотела поговорить, раз уж я затронула тему материнства в Англии и вообще вот этого всего деторождения. Хочу еще поговорить на такую тему, как бабушки, дедушки. Да, там камин, там го-го, все правильно. Бабушки и дедушки сидят с внуками, да, у нас все-таки в нашей культуре, в русской, это более распространено, когда члены семьи помогают. Не то, что иногда помогают, иногда бабушки с дедушками выращивают тех самых внуков, и у меня лично есть ни одна такая, ни один такой пример. Ребят, с моего последнего включения уже прошел где-то час, сзади меня спит Лёва. Я, вот бывает у него иногда такое, что он вроде бы, иногда он засыпает в тишине, и малейший шорох, малейший какой-то звук его будет, будоражит, и он просыпается. Иногда же бывает наоборот, что он засыпает в очень громкой среде, когда, например, мы смотрим телевизор, или я громко разговариваю, и тогда он спокойно может спать. Вот, пожалуйста, да, спящий ребенок на диване спокойно может спать при разговоре. И вот сейчас у него, конечно, поэтому мне пришлось выключиться, потому что он уже, понимаете, ну, я думаю, мамы знают этот такой период, когда момент, когда ребенок уже хочет спать и не может никак заснуть. То есть вот этот вот такой transition, да, вот этот переходный период, который очень сложный, он иногда может затянуться, вот как в нашем случае на час он затянулся, потому что он уже капризничает, предлагаешь ему еду, он как бы видно, что он голодный, но он не хочет. То есть вот эти вот противоречия, которые очень свойственны детям маленьким. Поэтому, в общем, я тут намучилась с ним сейчас. Но последнее вот это вот предыдущее включение, я говорила о том, что здесь как бы отношение бабушек и дедушек к воспитанию или к помоганию с детьми, да, к помощи. Я опять-таки не говорю за всех, я говорю за то, что я наблюдала лично сама, я здесь знаю не одну английскую семью, и просто говорю вот свои наблюдения по поводу помощи от бабушек и дедушек. У нас все-таки принято больше помогать. У нас, ну как бы это считается, что вот все, одна семья и внуки точно такая же семья. И как бы, ну вроде как бы, конечно, ты не должен, ты никому ничего не обязан, но как бы это считается абсолютной нормой. Я говорю, некоторые даже помогают настолько, что просто выращивают уже этих детей. Можно сказать, что он вырос на руках у бабушки с дедушкой. И в моем случае очень сильно помогали бабушке с дедушкой. Я помню, что дедушка со мной оставался сидеть, так как я не ходила в детский сад с определенного возраста. Он со мной занимался прям как нянька, учил меня всему. И дедушка, и бабушка действительно помогали, и с моим братом. И это абсолютно нормально. И для меня это как бы норма, потому что я выросла в такой среде, где помощь от бабушек и дедушек, это как бы неотъемлемая часть жизни. Здесь же в Англии смотрят на это тоже немножко по-другому. Здесь, во-первых, никто вообще здесь не подстраивается под ребенка. Вот что я еще хотела сказать и забыла. Если у нас все-таки ты подстраиваешься под ребенка, когда у тебя рождается маленький ребенок, ты под него полностью подстраиваешься. Я сейчас говорю про себя в данный момент. То здесь ребенок должен подстраиваться под родителей. Здесь никто не будет свои планы рушить из-за ребенка. Если ты хочешь пойти на вечеринку, ты пойдешь. И пофиг, что ребенок плачет, пофиг, что ребенок не хочет. Может, он там вообще орет на взрыт, кричит. Нет, если у меня были планы пойти погулять с друзьями, сходить в кафе, я все равно это сделаю. Вот так вот. У нас же все-таки наоборот. Если я вижу, что ребенок не может, если я вижу, что у него там сейчас либо зубы, либо что-то его беспокоит, конечно же, я никуда не пойду, никакие планы я все отменю. Только бы, чтобы было ребенку лучше. Я считаю, что это правильный подход, потому что ребенок все-таки от нас зависит до 18 лет. Особенно, конечно, когда он совсем маленький, он от нас зависит напрямую. Тут все-таки, да, к этому подходит более лайтово. Типа, нет, ни под какого ребенка мы подстраиваться не будем. Пусть уже он подстраивается под наш ритм жизни и сам уже там как-то адаптируется. И вот про бабушек и дедушек. Да, здесь тоже нет такого, что кто-то кому-то чего-то должен. Это ваши дети. Мы, конечно, можем там поиграть, посмотреть. Но вот так, чтобы прям сидеть, ну, это редко, конечно, бывает. Есть, наверное, наверняка есть случаи. Может быть, если вы знаете такие случаи, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но все-таки здесь бабушки с дедушками тоже занимаются своими делами. И, как бы, если хочешь помощи, щи тогда няньку, пристраивай в детский сад, проси там кого-то. Ну, так, например, как у нас, в нашем менталитете привычно, да, что сбагрил на бабушек и дедушек могут все лето прожить с внуками и ничего, да. И это абсолютно нормально. И это даже считается, что как, ты что, не будешь сидеть, это же твои внуки родные. Ты что, совсем уже обалдела, что ли? То есть, нет, здесь как бы твой ребенок, ты родила, ты сама, типа, вы сами. Вот родители с ним и возитесь. То есть, большой такой какой-то помощи здесь, я так понимаю, не принято оказывать. Потому что считается, что вот, ну, сам уже полизай, назвался грузин, полизай в кузов. Решил завести ребенка, сам уже тогда разбирайся, как и что, и с ним, кто с ним будет сидеть. Поэтому здесь, я думаю, от этого тоже зависит, что рождаемость. Люди рожают позднее, гораздо позднее, чем, например, в странах СНГ. Я думаю, что это связано с тем, что у людей просто появляется больше денег, там, к 40 годам. И они уже могут себе позволить няню, они уже могут себе позволить детский сад, потому что здесь это все очень и очень дорого. Конечно, если ты родишь 20 лет, я думаю, вряд ли ты сможешь позволить себе и нянь, и детский сад, и там, и ясли, и так далее, и тому подобное. Вот, конечно, я знаю, что здесь есть и пособия, и многие, кто уезжают в Англию, там, из наших стран, они как-то умудряются оформить все эти пособия, там, типа, по безработице, одинокая мать, когда ты официально вроде как не женат, хотя живешь с гражданским мужем, но, в общем, они знают уже, они такие хитрые, они могут здесь тоже выбить максимально все из государства. Ну, в общем, такая тема. Еще про роды хотела затронуть. Мне очень часто и в Инстаграм, и на Ютуб, в комментариях после того, как я родила Леву, поступали вопросы о том, почему я не рожала в Англии. Ведь в Англии считается, что такая прям у них крутая медицина. Я сейчас отвечу на этот вопрос, потому что очень много кого это волновало. Почему же я не рожала в Англии? Изначально, если честно, у меня была такая идея. Я действительно думала, так как у нас в Латвии государственная медицина на не очень хорошем уровне, очень много проблем у нас в государстве с медициной, я подумала, что, блин, Англия, все так хорошо отзываются, тут, наверное, вообще все на высоте. У них бесплатная медицина, у них вот это NHS, National Health Service, то есть государственная медицина, медицинская программа. И многие говорят, что она находится на очень хорошем уровне. И изначально у меня действительно, и изначально, когда я еще забеременела Левой, я тоже думала, что надо родить в Англии, потому что, ну, о чем мне, о чем мне тут не рожать, тут же все так прекрасно и хорошо. Но потом я начала изучать информацию в интернете. Сейчас же можно, в принципе, найти очень много чего в интернете. И стала смотреть наших девочек-блогеров, которые родили в Англии. И потом стала читать информацию на официальном сайте NHS вот этого, их государственной медицинской, ну, как это, учреждения, да, это государственная медицинская программа, которая, да, у них действительно бесплатная. То есть у них в Англии бесплатная медицина. Конечно, у них есть и частные клиники, частные врачи. Если вы хотите пойти, естественно, вам там придется платить, но, в принципе, вся медицина бесплатная. И, как они сами говорят, на хорошем уровне. Но когда я начала изучать этот вопрос, я поняла, что для меня такое отношение и такая вот система просто неприемлема. Для меня, для матери, я все-таки... Во-первых, у меня была нелегкая беременность. Изначально даже начнем с того, что физически я бы не смогла полететь ни в какую Англию, потому что у меня был такой токсикоз, что мне пришлось лежать в больнице на капельницах. Две недели вообще не вставала, никуда просто лежала. Мне капали капельницы каждый день по две штуки, потому что у меня был ужасный экстремальный токсикоз, который затрагивает только 2% женщин. То есть, сами можете понять, да, это тоже редкость. С таким токсикозом, естественно, никуда полететь я бы физически не смогла, даже если бы я очень этого хотела. Но моим решением даже был не токсикоз. Почему я категорически отказалась рожать в Англии? Я сразу сказала мужу, я не знаю, ты можешь обижаться, не обижаться, ты можешь думать, что ты хочешь, но я рожать в Англии не буду. Потому что, что я поняла, да, по интернету, что я поняла даже посмотреть, если на королевскую семью. Во-первых, что у них после родов никто там тебя 3-3 суток не держит. Но у нас в роддоме, если, допустим, ребенок потерял очень много веса и не набрал, его могут продержать там и 5 дней, и неделю. Я считаю, что это очень хорошо, потому что первые дни жизни ребенка, они неимоверно важны, и надо убедиться, удостовериться, что все в порядке и с матерью, и с ребенком. И поэтому меня, например, держали 3,5 дня, и у нас вообще стандарт, даже если все хорошо, нет никаких осложнений, в роддоме в Латвии держат 3 дня. И я говорю, если есть что-то, какие-то уже варианты, если ребенок скинул много веса, или у матери какие-то проблемы, то, конечно же, будут держать и дольше. И я считаю, что это правильно, потому что все-таки ты находишься под присмотром врачей, под присмотром медперсонала. И для меня, конечно же, первый ребенок, мне неимоверно важно было удостовериться, что с ним все хорошо. В Англии, например, я часто слышу такое, что выпроваживают из роддома через 4 часа после родов. Если не было никаких осложнений, если были абсолютно нормальные, такие среднестатистические, естественные роды, это очень нередкая картина, потому что тебя выпроваживают, типа, иди домой после 4 часов пребывания в роддоме. Я просто подумала, что я вспомнила себя, как я себя чувствовала через 4 часа, плюс у меня, конечно, там еще были и разрывы и так далее. Я, блин, встать с кровати не могла. Какое там идти домой? И для меня это было бы просто трагедией. Это, во-первых. Во-вторых, само ведение беременности. И здесь ты посещаешь врача гораздо реже, чем у нас. Естественно, ты делаешь все эти необходимые скрининги на 12-20, по-моему, и там 30 какой-то недели, я уже точно не помню. Но все равно само посещение врача здесь гораздо реже, чем у нас, например, в Латвии. Я не знаю, как в России дела обстоят, но вот у нас в Латвии, мне кажется, эта система еще осталась с тех времен. И мне это нравится, потому что для меня, как для человека, который все-таки переживал и хотел, чтобы все было в порядке, чтобы не было никаких проблем, для меня чем чаще я ходила к врачу, тем лучше. Чем чаще я удостоверивалась, что все в порядке, что все хорошо, что анализы хорошие. Если там что-то показывала, например, я болела, у меня был вирус, я тоже постоянно сдавала анализы, смотрела, как и что. То для меня было важно, необходимо важно знать, что все хорошо, и если что-то какое-то идет, отклонение от нормы, тут же принимать меры. Здесь же посещение реже, и все такое, знаете, на отъе... Не буду это говорить, потому что все-таки понятно, не будем мы здесь нецензурно выражаться, но такое чувство, что действительно все здесь какое-то такое... Врачи часто могут быть разные, пришел к одному, встал на учет, потом ходишь куда-то вообще в другое место уже, например, встал на учет у одного врача, а потом идешь на сдачу крови к совершенно другой медсестре, то есть каждый раз какие-то новые люди. Какой-то подход такой все-таки... Ну, для меня это неприемлемо, как для матери. И вот это вот содержание в роддоме 4 часа после родов, и потом, конечно, да, к тебе приходит на протяжении какого-то времени, к тебе приходит медсестра, чтобы удостовериться, что у тебя и у ребенка все в порядке. То есть она приходит к тебе на дом. Ну, во-первых, я не хочу, чтобы мне на дом приходил человек, я лучше полежу в больнице, потому что тут все под рукой. Если что-то, вдруг какие-то есть вопросы, пожалуйста, весь персонал находится прямо же в этом же здании. Во-вторых, когда тебе приходит эта медсестра домой, и там смотрит твоего ребеночка, взвешивает, консультирует там по поводу грудного вскармливания и так далее, каждый раз приходит новый человек. Вот недавно у меня был случай, я знаю девушку, которая родила ребенка, так у нее приходила вот эта сестра, каждый день новая. То есть сегодня одна пришла, там взвесила, что-то сказала, свои какие-то там советы, на следующий день совершенно другой человек. То есть каждый раз твоего ребенка видит абсолютно новый человек. Мне кажется, что это абсолютно неправильно, потому что гораздо легче и лучше, когда один человек все-таки мониторит данного пациента или в данной ситуации ребенка. И ты уже знаешь, ага, как он набрал вес, как он себя ведет. Если есть какие-то, может быть, нюансы, то ты уже об этом знаешь, потому что все у тебя уже написано, ты вчера его видел, ты сегодня его увидел, ты завтра его увидишь. Ты можешь непосредственно смотреть динамику набора веса, динамику поведения, динамику развития и так далее. А так, когда каждый раз это новый человек, мне кажется, ну это вообще, блин, ну как бы что это за подход такой? В общем, даже вот всем известная Кейт Миндлтон, да, которая вышла специально на показ, только родила ребенка и вышла буквально через 4 часа, такая же, как и все обычные люди в Англии, да, вышла через 4 часа после родов из госпиталя и поехала домой. Ну, соответственно, конечно же, ты никогда не знаешь, после родов могут произойти различного рода осложнения и через сутки после родов и так далее. И, конечно, я считаю, что все-таки гораздо правильнее находиться под присмотром врачей, ну хотя бы 3-4 дня, потому что в моем восприятии... Я просто не представляю, как можно женщину, блин, вытолкать из госпиталя через 4 часа после родов, потому что я была просто как сосиска. И даже вот мысль о том, что мне придется ехать домой, меня пугала, поэтому нет. Поэтому нет, второго ребенка я сразу тоже сказала мужу, что я не хочу рожать в Англии, потому что у меня уже есть знакомые врачи, у меня есть знакомая акушерка, мне здесь все привычно, все знакомо. Все-таки родной менталитет, это тоже нельзя отменять. И одно восприятие, то есть ты точно знаешь, что, когда, куда, ты знаешь своих врачей, ты знаешь, на какие темы ты сможешь с ним пообщаться. Например, у меня был настолько хороший гинеколог, что я могла ей на WhatsApp даже написать, если у меня были какие-то вопросы по тому или иному, по той или иной теме, я могла сказать, ой, слушайте, у меня вот это, вот это, вот это, и она мне отвечала. Здесь, в принципе, никто тебе так отвечать не будет, потому что никому до тебя тупо нет как бы дела. Вот так вот, это то, что я собрала, какую информацию на протяжении нескольких лет. Это, конечно, когда я посмотрела и про блогерш девочек, которые рассказывают, кому-то это на руку. Кто-то, кто, знаете, такой менее волнующийся, потому что я все-таки человек, который волнуется по пустякам во всяком, да, и по пустякам, и не по пустякам. Я переживаю, я, у меня вот такая, знаете, натура более, я люблю поволноваться, короче. Вот, для меня важно, чтобы был постоянный чекинг, чтобы был постоянный контроль. Для кого-то это не важно, знаете, кто-то наоборот считает, что у них здесь такое все лайтовое и хорошо, что не надо заморачиваться там, чуть ли не каждую неделю ходить. А чем реже, тем лучше. Как бы, да, кому-то это как раз-таки на руку. Но мне, на мою психику, на мою, в общем, на мой характер, это неприемлемо. Поэтому, поэтому вот так вот. Ответила на вопрос. Получилось, что опять влог думала, что будет короткий, но наболтала опять надолго. Если вы рожались до границей, напишите, пожалуйста, как вот у вас, например, в стране. Потому что я знаю, что меня смотрят с разных уголков планеты Земля и с Америки, и с Германией, и с Италией, и с Англией. Напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно узнать ваш экспириенс, так сказать, вашу историю. И поделитесь, потому что я знаю, что очень многие девочки, которые вот рожали в Европе, многие оставались недовольными тем, как к ним относился медперсонал, и что, типа, всё, знаете, думаешь, ой, там где-то в Европе, в цивилизации, там всё у них на высшем разгляде. Кстати, сегодня вот вообще совершенно случайно просто наткнулась на статью, где писалось как раз-таки, что в Англии вот по этой программе НХС с 1979 года по 2019 было огромное количество смертности малышей в первые дни после рождения. И как раз-таки осуждалась вот эта вот вся медицинская система в первые часы, в первые дни после родов, что действительно многие наконец-то как-то, не знаю, прозрели и стали понимать, что всё-таки вот это ненормально, когда ребёнок и мать отправляются домой через там 4-5-8 часов после родов, потому что всякое может случиться. И случалось, и вот я прочитала эту статью, и как раз это меня вот сподобило ещё раз поднять эту тему и с вами поговорить на эту серьёзную тему. Не так всё сахарно, как кажется, да, там на кордоне, там где-то за океаном, потому что везде есть свои нюансы, везде есть свои нюансы. И я считаю, что об этом важно говорить. Здесь, конечно, в Англии есть очень много плюсов, но для меня вот эта вот система именно ведения беременности совершенно не подходит, совершенно не подходит. Есть здесь также свои плюсы, о которых, может быть, потом поговорим в дальнейших видео. Ну, в общем, да, вот такие вот рассуждения на тему. Извините, что так сумбурно, просто так получилось. Как-то мне сегодня сложно излагать свои мысли, очень сложно собраться, потому что я всё-таки ещё какая-то усталая, плюс этот переезд, плюс ещё толком не разошлась, поэтому простите. Но важно, всё-таки важно поговорить на эту тему. Сейчас я пойду в душ. Лёва, видите, как прекрасно поспал. Большое спасибо тебе. Золотой ребёнок. Спасибо, что дала записать маме видео. Пойду делать шоппинг, заниматься шоппингом. Это уже выйдет в отдельном видео, так что не пропустите мой следующий влог, как я буду шопиться. Пойду в мой любимый магазин Primark. Посмотрим, что сейчас там имеется у них в ассортименте. Может быть, что-то куплю, может быть, много, может быть, мало. Но, в общем, вы в любом случае всё увидите. Подписывайтесь на мой инстаграм. Хочу вам пожелать крепкого здоровья всем, кто смотрит это видео, вашим близким, вашим родным. И всем хорошего настроения и позитива. И, конечно же, мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Пока-пока-пока-пока.